западная норвегия всем мурмяу кто смотрит это в записи на ютубе или кто только что подошел на мой стрим на отвечу ютубе goodgame меня зовут мир муник мо-бо-филка и мы начинаем проходить horror название которого вы увидите наверное в названии серии этой название видео потому что я почему-то забыл как он называется что-то с лесом связано ребят напомните название игры through the woods так через лес я правильно вспомнила мам я пойду попрожу хорошо хорошо только к мостику не ходила старый вам не кажется что игра слишком тихо вас нормальная игра так нас сейчас обучалка я у себе погромче хочу сделать потому что в хоррорах хочется конечно же чтобы все было помощнее а у вас уровень звука нормали ребят скажите мне пожалуйста но пока чтобы быть подвисание заметил какие-нибудь подлагивания вроде они имеются какие-то не знают от игры зависит ли от моих новых настроек звук нормально а вот картинка вам не кажется что немножко подлагивает нет скажите у вас нормально найдет пока знаете что-то на хоррор не слишком игра смахивает я так понимаю на что здесь просто свободный выбор ходим гуляем по лесу есть подлагали но этот игры наверное думаете от игры есть чуток посмотрите давайте протестируем я сейчас сделаю одну вещь и проверим вот подлагивание или нет что же такое вернись назад подлагивание исчезли да вот почему-то у без у без меня не хочет теперь записывать игру он начинает подлагивать когда я одновременно стримлю и записываю запись делу по ходу надо покупать эту штуку специальную которая стримит отдельно чтобы не напрягать процессор компьютера спасибо за фолу добро пожаловать сейчас еще секундочку одну сделаю тут у меня еще с чатом проблемы залагал чат все сломалось да намек сразу хоррор не сразу раскрывается я сам сначала ступорю был ну что ж пока просто наслаждаемся видами летними лето у нас было давно сейчас пицца в печке иди руки мыть пицца в печке а я почему-то когда читала пицца в печке я прочитал птица в печке я думаю какую же она какого она уже голуби поймала или скворца и в печку засунула спасибо за фору за фолу добро пожаловать вы бы хотели сюда приехать ребят спасибо за фолу добро пожаловать бот сломался нет не сломался вроде ты неправильно написал алисе вроде как мира сначала потом любит сказали к мосту не ходить тут есть мост это не мост это причал какой-то пристань так тут же не совсем хоррор тут же по мифам норвежским они не все страшны ну не знаю в игре точнее в стиме написано что игра это именно хоррор просто видимо не с самого начала хоррор начнется местами будет видно что это индюшка индюшовая ну а мы разве против индюшечек ребят скажите вот сома тоже вроде инди кто-то был недоволен сомой лично я вам было просто в полном восторге вы знаете даже на ю тубе сделала нарезку лучших моментов по соме кто еще не смотрел скорее бегите смотреть так что и и инди игры это не значит что всегда плохо инди игры бывают очень даже хорошим мы играли за девочку или за мальчика читаду вижу сейчас мальчик сидит а я думал что девочка это сома торт да сома торт маам эй мам проснись а проснись ты целый день спишь хорошо аспен встаю извини ты чего так поздно не ложишься ты все время устала аспен мне здесь работать надо а ты на выходные должен был у дедушки с бабушкой остаться извини сейчас только кофе сварю пойдем на ночную рыбалку на озеро я в туалет сходить хотела но снаружи темно прости иди фонарик возьми и я с тобой выйду ну вот и ночь думаете ночью будет страшно по-моему сейчас просто идет посмотри на звезды аспен сейчас идет вроде как бы ну просто нажмите левую кнопку мыши сейчас уже просто идет как бы обучалка вроде как идешь ты вроде выходить собирался так и я секунду она мне возле туалета ждет ты правда будешь здесь ждать конечно мамка какая-то странная упоротая обдолбанная а на случай мне нарек а мы теперь за мамашу играем чем ты собираешься заняться сегодня вечером мам я писать хочу так писай кто тебе это мешает давайте заглянем это можем подсмотреть за сыном может горячих шоколад сделаем что ты ребенка во время процесса отвлекаешь женщину это у тебя все просто села и написала ему там держась надо тяжелый предмет жди на тропинке я смогу пока ты стоишь хорошо маленький мужчина как скажешь ночью тут будет страшно особенно с одной противной тварью да только не спойлеры пожалуйста ладно он вышел закончилась по сейчас окажется что сына нету ребят делаем ставки там есть сын или нет нету сына кто-то стащил сына хватит дурака валять я не в настроении кто-то спер нашего сына это дебилы кусок я проверить хотел смогу ли тебя напугать тебе почти удалось идем в дом я уже не знаю готов к тебе горячий шоколад или нет я пошутил извини я давай горячего шоколада выпьем хорошо но больше меня не пугай и чашки мыть будешь ты можно мне утром к мостику пойти хочу попробовать крабов половить уверена крабов ты не найдешь это озеро пресноводное да и мостик поломан на нем опасно пожалуйста один туда не ходи а вот нам сказали к мостику не ходить ладно но я все равно хочу горячего шоколада ракон привет не буду строить из себя хорошую мать когда родил с эспен я с удивлением обнаружил что ничего не чувствую ничего себе она не любит своего сына сбылось мое кошмарное видение я стала воспитывать нелюбимого ребенка что за жесть друзья отдалились от меня а мы с отцом эспена стали ссориться я злилась на обоих однажды мы с эспеном остались одни эспен рос и я медленно стала кое-что понимать все же я его люблю ты определил женщина люблю его до боли он стал моим лучшим другом моим любимцем и я его потеряла хоть не любовником он стал я вы потеряли друг друга не знаю смогу ли себя простить или эспена что произошло женщина какая-то странная вот серьезно эспен ты почему меня не разбудил эспен будешь завтракать или обедать у нас есть яйца и свиная грудинка наверное снаружи играет что с ней не так то она его не любит то она его любит до безумия то он ее какой-то любимец как будто прям питомец животное какое-то что с ней такое письмо от эспен записка привет мам ты вечно спишь когда я просыпаюсь это очень скучно я пошел гулять да пошел гулять и не вернулся по ходу казначеев привет в игре аудиопугалок почти нет ну так аудиопугалки не главное ну понятно тут музыка играет я думаю что нам важно скажут но нет важное нам не скажут нам будут пилить музыку мне так нравилась наша комната в хижине отражатели эспена хорошо смотрели в свете солнца а его рисунки приводили меня в восторг он впитывал в себя мир и выливал его на бумагу цветными карандашами и ручкой при этом оказалось что этот суровый мир становится чище она винит ребенка что ее бросил мужик нет ребят не так посмотрите в чем какое за как холодно почему он в такую холодину не в доме какая советская сюжета была то есть надеюсь ты не на мостник я себе говорю что там опасно вау в поддержку выхода нового контента пс стоит ли ждать про игромир ой боже мой ребят точно игромир я забыла совсем что я не домонтировала спасибо за донатик поддержку нового контента спасибо за поддержку большое тебе так вот я хотела сказать про будет про игромир я все-таки когда-нибудь это сделаю до нового года точно так вот завязка сюжета родился сын она думала что у нее проснется материнский инстинкт он не проснулся и она стала винить всех вокруг в этом не хотела потому что винить себя что типа ой я плохая мать они начали с отцом ссориться на этой почве и он ушел а потом она вдруг неожиданно полюбила сына то что они стали вдвоем что он там увидел я ничего не увидела господи эспен ой кто-то на лодке увозят его оставь моего сына в покой ты чего мужик офигел это не папаша о мы еще и плыть можем нет боже мой пожалуйста эспен эспен да конечно анимация местами довольно куца видно что инди но все равно довольно интересно ноу эспен ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Загрузки, конечно, долгие И мой компьютер просто бушует во время этих загрузок Что-то прямо у него происходит Жесть полная Вентили работают на всю катушку Кто ж нашего сын-кота увез И зачем, и почему Его в жертву решили принести Для каких-то темных обрядов Лодочка классная такая Телефон не ловит А, или он просто от воды сломался Что, тебе не айфон, что ли? Водонепроницаемый Эльспен Откуда новую потащил? Ой, я листьев испугалась А мы можем забираться по камням? Видимо, нет Скорее всего, да Темплиер, привет тебе В смысле стрим ломает? Все должно быть нормально У кого-то сломался стрим? А, или ты про начало Когда у нас игра Спряталась И когда подписки Неожиданно сломались Слетели Его украли Недовольные игроки В смысле По-моему, у этой игры Очень положительные Отзывы И Игроки явно довольны Этой игрой Я поэтому Многого ожидаю От нее Откуда ты Мерзкий Старикашка Моего сына Уволок Педофил Чертов Устроюсь Сейчас с ним Вакханалию О, какие-то записки Нашли Наскальную живопись Это руна Я так понимаю Похожа на руна Вон там Райда Руна Тау И прочее Эспен Эспен Это похоже Да, на ведьминские камни Где-то у нас есть Похожие, кстати Такие только Большие валуны Где-то, где-то Не помню Только где Мне уже написали Просят прошение Что Прошение Что сломали его Вначале Сатанисты Нет Это не сатанисты Ребят Сатанистов Там Другие Знаки Это явно Скандинавские руны Язычники Язычники Вот язычники Да, может быть Там Один Фрея Все дела Встретим мы их тут Ау Заброшенная деревушка Слушайте, классная Деревушка Такая Прям Ретро На луну Посмотри Потом В игре Ну Солнце Нормальное А на луне Будет лик Какого-нибудь Божества Эй, кто-нибудь Есть? Хорошо На луну Посмотрю Потом У нас, оказывается Были соседи Ой, я буду брать Бараний Рог Аскелады И Принцесса Братья Я нашел Нашел Бараний Рог Ага Это вот уже Миф какой-то Да, я так понимаю Пока мне, знаете Даже не страшно А скорее Очень даже Уютно тут Несмотря на то Что деревушка Заброшена Все равно Очень интересно Тут все сделано Интересно Так за бытым Проследить Смоделировать Быт Этих людей Смоделировать Старый Эрик. Рассказы жителя деревни. Был последним испорченность людская его сердце, если оно у него вообще есть, наверное, тоже такой же гнилой, как труп свиньи месячной давности. А боги ничего не делают, будь они прокляты всем своим вонючим скопом. И будь проклят убийцей, Эрик. Старый Эрик. Вот кто украл нашего сына. Это некий старый Эрик. И если говорят, что он убийца, в моем родном городе рассказывали народную сказку о человеке, которого звали Старый Эрик. Говорили, он пробирается в деревню ночью и крадет детей, которые плохо себя вели. Родители говорили, чтобы я вела себя хорошо, не то придет Старый Эрик и меня заберет. Тогда мне в голову не приходилось, что человек из деревни может оказаться тем самым персонажем народной сказки. Но потом... Потом я засомневалась. То есть наш сынули вроде же себя нормально вел. Но да, я не говорила ему идти к мосту. Но подумаешь, это не такое большое нарушение, чтобы прям сразу Эрика звать. Миленько, уютненько у вас тут. Миро, поставь стандартную озвучку, а не английскую. Зачем стандартную? Мне нравится английская. В английском я хотя бы немножко так понимаю примерно. Заодно изучаю английский. Ну да, при этом местами смешна. Не, зачем мне норвежская эта озвучка? Есть ли там принципиальное отличие? Вы смеетесь только над произношением, что ли? Ну так подумаешь, ну да, языки у всех разные. Но это не повод смеяться. Фундук, привет. Меня, кстати, тут Гондурас уговаривает завтра стримить. Туплиер, ха-ха. Ой, меч. Не сможем поднять. Меч и шлем. По-моему, это то, что мне надо. Меч и шлем. Я буду боевой женщиной, как в Скайриме. Странно, что его нельзя взять с собой. Я бы на месте этой женщины хотя бы меч взяла. Пусть он ржавый, но это какое-никакое оружие. Немного опоздал. Да не то, чтобы прям совсем опоздал. У нас украли сына. Украл сына старый Эрик. Из сказок. И, в общем-то, все. Мы ищем сейчас нашего сынулю. В принципе-то, больше ничего здесь пока не произошло. Скайрим напоминает. Да, у меня тоже есть такие ассоциации со Скайримом. Мир и дело не в словах. Просто у них говор под их старинный вроде как. Но в современном стиле. Так я все равно это не пойму, этот говор старинный. Для меня это будет просто абракадабра. Бра-бра-бра-бра-бра-бра-бра. И все. То есть, смысл-то, говор. Кто это играет? Это ты, старый Эрик? Что-то нашли. Это вещь Эспена. Наверное, он ее потерял. Снеговик-отражатель. Эспен очень любил свои отражатели. Он собирал их из журналов и коробок из-под крупы. И я купила ему несколько на заправке возле дома. Он вешал их на карниз. И по ночам водил по ним лучом фонарик и любовь с тем, как они светятся. Мне было трудно поверить, что все это происходит на самом деле. Но я точно знала, что отражатель старой хижины принадлежал ему. В то время я еще не могла знать, что он оставил мне еще след. Спасибо за фоллу. Добро пожаловать. И то, что я время от времени натыкалась на эти отражатели, означало, что Эспен еще жив. Сколько же у него с собой-то было их? Он что, целую пачку с собой взял этих отражателей? Как-то нереалистично. Зачем он их с собой таскает? Пачками. На прошлом стриме говорил, что заболеть не получается. На каркал я заболела. Вот так вот. Сглазил ты себя. А мозг-то закончился. Там была вроде еще одна дорога. Или мне показалось? Куда дальше нам идти надо? Знаете, что я тут сейчас сделаю одну вещь? Ой, не эту вещь. Черт, я все сломала. Блин. Сейчас, ребята, я верну. Я не эту кнопку нажала. Секундочку. У меня все сломалось. Эм. У меня все сломалось, ребята. Я сейчас... Что значит? Ой, ребят, ребят. Сейчас все поправлю. Жесть. Ну ладно, пусть будет пока так. Потом починю. Называется. Захотела тут немножко себе поменять. Спасибо за фолу. Добро пожаловать. Я все испортила. Вот что я хотела себе сделать. Но все испортила. Поменять режим монитора. Не нажала ни на ту кнопку. Так, сейчас. Вот. Режим. Митсури, привет. Сегодня день поломок. По крайней мере, я немножко лучше сейчас все вижу. А, вот тут дверь. Все становится какой-то чересчур оранжевым. Или оно таким и было? Это у нас медленно, наверное. Вечер приближается. Ну как же здесь уютно, ребят. Слушайте, мне теперь захотелось прямо туда. Пофиг на этого Эрика. Пофиг, что это хоррор. Как же здесь уютно. Особенно по сравнению с пыльным, грязным, серым городом. Оказаться вот в лесу. Как же хорошо здесь, наверное. А какой воздух-то чистый. Красота. Дождь сейчас пойдет. Класс. Ребят, напишите кто-нибудь что-нибудь в чате. А то мне кажется, что у меня чат сломался тоже. Заодно со всем остальным. А вот не сломался. Мира, я запомнила твои слова про то, что тебе тут уютно и хочется на этот остров. Ну хорошо, ты запомнил, окей. И что, это ты меня угрожаешь чем-то? Ты думаешь, я поменяю свое мнение скоро? Стало оранжево-темно? Ну потому что... Да, стало темнять. Это типа вечер. О, вау. Красиво. Снова руны. Они нас куда-то ведут. И горы. Горные вершины. Эсбен! Они не могли далеко уйти. Я уверена, что поменяешь. Я под конец хотела отсюда слинять. Слишком уж все плохо. Ну сейчас узнаю, насколько все плохо. Скоро ночь в игре. Но я поняла, что ночью здесь будет жопа. Мне здесь нравится пока день. Гремит, слышите? Гремит. На всю округу. Черт. Похоже, старый козел мост утащил. И я не допрыгну. Придется спуститься. Это она, конечно, зря. Прямо ждете снова нового веселья. С тамплиером. Класс. Молодцы. Вот тут есть какой-то путь. И вот тут я хочу посмотреть. Может быть, я что-то найду. Очередную пас... О, черные руны. Это, видите, какой-то батл происходит. Войнушка. Трупики лежат. Кослявые уже. И тут два мужика дерутся. А, это, возможно, очередной миф. Два некроманта дерутся. У них еще эти трупы. Прислужники. Какой некромант победит? У кого борода длиннее. А фонарик где мой? Чего фонарик-то не работает? Я бы уже здесь включила его, если честно. Гром без туч. Я вот тоже заметила. Я пыталась найти туч. Тучи, но их так и не нашла. Не увидела. О, фонарик Эспена. Какая удача. Как удобно, однако. И одежду. Ну и что, разделащий моего сына? Долбан извращенец. Пожалуйста, не трогайте его. Пожалуйста, не трогайте его. Пожалуйста. Не смей его трогать. Сраный извращенец. Лишь бы здесь не было тролля. Здесь должен быть ведьмак. Походу, он решит все проблемы. Со всеми мифами, которые здесь живут. Наверное, Эспену холодно без куртки. А зачем я куртку-то с него сняла? Я не понимаю. Когда я увидела на земле куртку Эспена, внутри меня словно что-то оборвалось. Я вдруг поняла, что все это происходит на самом деле. Что его у меня отняли. Его куртка. Курточка, лежавшая в том темном месте. Я его мать. Я должна была его защитить. Он мне доверял. А я его в очередной раз подвела. Кролик! Его куртка стала символом того, что я не справилась. Я дала себе слово, что найду его и верну. Ребят, я надела, что это слово я смогу сдержать. Сундук. А, это бочки. Мне показалось, ребята, или там действительно кролик пробежал вперед? Нажмите левую кнопку мыши, чтобы включить. Я это уже поняла. Я вот здесь вот видела, что он прямо вот мимо этого камня пробегал. Кролик какой-то. Такой прыг, прыг, прыг. Но пока читала эти сабы, я вот все потеряла. Мир и игра называется Лес троллей? Питажечка, Through the Woods. Вроде так же называется или нет? Как он называется? Я уже опять забыла. Слишком нет. Называется Через лес вроде как. Или я что-то путаю. И вообще мы ищем Эрика. Эрик же не тролль. Он просто старый пердун-извращенец. Ой, я, кстати, название игры не поменяла. Вот что я забыла сделать, ребята. Точно. Спасибо, кто игру сейчас себе ввел. Спасибо. Вы мне напомнили, что я не поменяла название игры. Вот это я забыла сделать. Как обычно. Все у меня сегодня через одно место происходит почему-то. Сейчас я поменяю название. Во. Так гораздо лучше. Нет, игра приводится как лес троллей. Серьезно, лес троллей. Вера, как ты относишься к Кариму? В смысле, как отношусь? Это моя любимая игра. Но я ее немножко временно заморозила. У меня там глобальное прохождение временно заморозила. Потому что моя сборка чуть-чуть сломалась. И я ее не могу никак починить. Ибо я не мастер модов. А так, Карим, да. Карим это моя любовь. One love. Я думала, что игры на твиче нет. Есть игра на твиче? Просто, видите, я забыла ввести название. Игра приводит как через лес. Через дерево. Так вот я тоже думала, что через лес приводится. Потому что тролли. Там вообще не было названия тролли. Смотрите-ка. А вот это точно тролль. Тролль нападает на мужика. И пытается его съесть. Если с оригинального названия не английского. Ну что, у нас уже ночь почти началась. Видите, последние всполохи розового заката. Вот этот тролль, да, ребят? А я могу здесь пригнуться? Блин, а куда мне идти-то? Тут как бы пути нету другого. Единственный путь. А это я назад вернусь, скорее всего, или нет? Да, это я вернулась назад. Началась веселуха. Я уже поняла, что да, веселуха. Вот он идет. Я правильно предполагаю, что мне к нему лучше не попадаться? Главное не свети на тролле. Я понял. У него очень удобно, что глаз светится. Блин. А что, как бы это... Как бы мне... По-моему, он на меня идет. Он четко идет на меня, ребята. Какого хрена? Какого хрена он четко идет на меня? Как он меня видит-то в темноте в этой? У него вместо глаза фонарь, что ли? Вы посмотрите. Куда он меня ведет? Он меня ведет назад. В пещеру. Или это он домой идет в пещеру? Это был его дом. А беги его сзади. Как я его тут могу обижать? Тут никак его не обижать. Вы видели, что я хотела его обойти, но он четко пошел в мою сторону. Его, по-моему, невозможно обижать. Вот я спрячусь тут. И он по-любому пойдет именно в мою сторону. Он не пройдет мимо. Куда он вообще делся? А вот он. Он пошел назад. Отлично. Я за ним. Он меня вообще услышит? Вот, смотрите. Он опять идет за мной. Какого черта? Как их обегать? Что-то хоррором тут не попахивает? Да? Серьезно? А то, что это большой, жирный, одноглазый тролль? Это тебя не напрягает. Все нормально. Я в кустиках спрячусь. Я его потеряла. Как я могла потерять огромного жирного тролля? А, вот он. Какой он смешной. Он меня за... Как он меня услышал? Какого хрена он меня услышал? Ну все. Приехали, ребята. Кажется, у него запор мира. Так станет. Запор. Кстати, как... А, это с охранкой получается? Эти камни, это с охранки. Все, я понял. Механику, скорее всего. Какой мне в сторону теперь надо идти. По-моему, в эту. Так, надо понять, как его... Где от него спрятаться, как его обойти так, по-быстренькому. Подождите-ка, это я назад? Ну и вонь. Куда я пришла вообще? Я здесь, по-моему, не была или была? Они же человеческие. Тролль. Рассказы жителей деревни. Проклятый зверя. А я дурак, что сюда зашел. Хотя, может быть, я найду одного-двух убитых и ошкоренных зайцев в логове тролля. Я же искала ту треклятую тварь, пока не пробрался сюда и не увидел, что ее нет. Дурак. Поздно я заметил, что она приближается. Поймала меня, как зверушку. Тварь приобрела, вылоча за ноги двух блеющих овец. Я помру раньше, чем пойму, как это не услышал их приближение. Она дважды швырнула меня в стену и оставила валяться, пока я стонала от боли. Она сожрала овец. У меня сломаны ноги и челюсть. Думается, помру я раньше, чем она обо мне вспомнит. Ну и дурак же я ради заяц. Заберегись, читающие эти мои последние слова. Подождите-ка. То есть он как бы... У него там челюсть раздроблена, ноги сломаны. А он сидит, значит, чирикает послание. Тому, кто, возможно, вообще никогда сюда не забредет. Что за глупость, а? Серьезно. Тролль? Ну и что? Подумаешь. Я сюда не... Честно, я не могу залезть. Почему я сюда не могу залезть? Блин, какого хрена? Вот здесь очень неоднозначно, что я не везде могу пролезть. Вот что за фигня? Вот я думала, что здесь я уж точно пролезу. Тут дырка же подходящая. Она не приседает. Ничего себе. А, нет, она смогла пролезть. Почему бы не написали, что? Вот я какой-то путь нашла. Он сзади или спереди? Вот. Она может на контрол приседать, но почему-то в тот раз она не смогла мне присесть. Прыгнись и залез. Да я нажимала, ребята, С и контрол не работало. А потом вдруг что-то сработало. Ну и не дышать она. Что с нее взять? Только я теперь уже вообще не понимаю, куда мне идти надо. Где вперед, где назад? Мой топографический кретинизм. Меня радует. Я потерялся. Ребят, я потерялся в лесу. Это нормально? А интересно, а тролли плавать умеют? Если я в воду полезу. Хотя я даже в воду не могу залезть. Шикарно. Вера, тут нельзя заблудиться. Она довольно линейная. Тут нельзя заблудиться. Я заблудилась. Вот сейчас я вообще не понимаю, куда я иду. Куда мне надо идти. Я назад возвращаюсь или иду вперед? Где тролль? Впереди или сзади? Я ничего не понимаю, ребята. Я по кругу хожу, да? Мира заблудилась, где нельзя заблудиться. Мира мастер заблудашек. Это серьезно, да. Я именно так и есть. Я мастер заблудашек. Вот серьезно, ребята, что сейчас происходит? Кто мне скажет? Так, окей. Откуда я пришла и куда мне надо? Иди на крики тролля. Я уже не знаю, где эти были крики тролля. Я уже не понимаю вообще ничего в этой игре. Так, вот я к воде вышла. Это я помню. Окей. Крики тролля были где-то тут. Но наоборот, тролль, он же шел в сторону мира в первый раз. Так, надо его обойти. То есть мы его встретили, он ушел там, как раз, где нам надо быть. Значит, мне нужно сейчас пойти на крики тролля. А потом, чтобы он ушел оттуда, с того места. И я пошла туда, мимо него. Только я ничего не понимаю вообще. А, вот это дырень, окей. Нам, скорее всего, нам туда нужно? Вот он, вот тролль. Ага, ребят, смотрите-ка, вот тролль. Нам нужно туда вперед, мимо тролля. Вот здесь вот я по кругу смогу. Могу обойти, да? Главное, чтобы он на меня прям не вышел. Хоть фонарик без батареек. Тут фонарик, видишь, он только хуже делает. Он привлекает внимание тролля. И становится жопа. Где он там хрипит? Он там что, уже медленно вздыхает, судя по звукам? Я опять потерялась, ребят. Куда мне надо? Я уже идти очень... Пока темнеет медленно, я уже ничего не понимаю, куда идти. Вот он стоит, окей, он там стоит. А мне куда надо? А вот мне надо туда? Хорошо. А он как чужик, если шевелиться не буду, он меня не увидит? Надо протестировать эту механику. Короче, я стою, просто не шевелюсь. Он зевает так? По-моему, он кого-то рожает. Или вздыхает медленно. Или он там срет уже где-то по дороге. Как птичка, знаете? Вот он. Он так быстро ходит. Куда нам надо? Ребят, я опять потерялась. Вот там туда надо все, я поняла. Я просто пошла вперед. Вроде как куда-то вышли. Главное, еще на одного тролля не наткнуться здесь. Куда вышли? Знаю, как это звучит, но это правда. Все правда. Не могу объяснить с трудом. Могу поверить, но это произошло. Луна. Кстати, луна. А что с луной? О, луна. В детстве я нашла фотографии родителей в коробке от обуви. У них дома. Я искала подарки на Рождество. До моего рождения они выглядели молодыми и влюбленными. У меня были не похожи на тех людей, которых, как мне казалось, я знала. В них было что-то другое, что я не могла понять. Я приподняла, приподнимала завесу тролль, разбитая луна. Все это мне видеть не полагалось. Разбитая луна. Таким был и остров, да не в Никита роли. Я лезла в какую-то тайну, и там мне было не место. Ну окей, разбитая луна. Это, конечно, прекрасно. А куда нам дальше? Глянь на луну. Я глянула на луну, ребят, только что. Ну луна как луна, но немножко побитая жизнью. Луна престарелого возраста. Вот куда и нам идти дальше? Куда дальше? Это я назад возвращаюсь, да? Нет. Мне опасно в таких играх находиться, потому что я просто здесь теряюсь. О, там огонек какой-то. Я пойду на огонек. Застряла. Мира не читала скандинавские мифы. Конечно, не читала. Зачем мне их читать? Ну расскажите мне тогда по-бырому, что означает разбитая луна в скандинавских мифах, раз вы все такие прошаренные. Никсы, рассказы жителей деревни. Говорят, в этих водах таятся никсы. До вчерашнего дня я бы в эти россказни не поверила. А тут увидел в воде кочку. Озеро обычно гладкое, как стекло. Я даже глаза протер и посмотрел еще раз. Клянусь богами, я увидел глаза, смотрящие на меня из этой травы. Стоило моргнуть, и на месте кочки была только рябь на воде. Я вздрогнул и снова склонился над работой, но вода вдруг закипела прямо у берега, и из озера выползли, роняя грязь щупальца, покрытые водорослями. Бегом добрался я до хижины, бессвязно бормочая, думая, что за ужасное создание могло последовать за этими щупальцами. Говорят, Никс можно изгнать, назвав их по имени. Но меня сводит с ума сама мысль, что кто-то мог давать имена подобным созданиям. Разбитая луна, откусанная луна, ее Фенрир сожрал, предвестник конца света, и он сожрал Одину. Но про Фенрир я знаю, но то, что он сожрал луну, этого я не знала. Так это вот, это Никса, видите, кочка с глазами. То есть, если я к ней подойду, она меня сожрет. Вот у меня большой соблазн это сделать, но, наверное, не стоит. Надо с охранкой хотя бы дождаться. Что там за свет горит? Посвясти на нее отсюда, нет. Посвети на Никсу, она боится света. Окей, посвети. Сначала я здесь посмотрю, что такое происходит. О, там богатство! Шекеля, монетки, тащи все себе в карман. О, подобрать. Ложка тролля, другие рассказы. Не могу больше кашу есть, сказал тролль и садил себе в живот нож, чтобы вся каша вывалилась. Увы, больше есть ему не довелось. Умный тролль, молодец. Он сюда идет? Если это пещера тролля, то значит он как бы это... Сюда может прийти. Кочка все еще там стоит. Хорошо, вы говорите на нее посветить здесь дома. Давайте это сделаем. Посветим на нее. Ну че? Ку-ку. Че-то она, по-моему, не боится, нифига. Она ко мне идет, ребят. Сейчас как она со щупальца достанет, он будет весело. Шо вы говорите... Если я посвечу из дома, она отстанет? По-моему, она все равно за мной следит. Вон она, ползает. Я слышала всплеск воды. Она тут. Теперь не подходи к воде. Прелестно, а тут как бы мост. Еще один держатель. Где? Эспин, ты жив? Не бойся, маленький мужчина. Я иду. Белка, надражатель. Все, вали отсюда. Вали отсюда. От воды скорее. Любопытно. Что это пробежало? Вы тоже видели какого-то кролика? Я вначале видела кролик. Может быть, это снова кролик? Я буду надеяться, что это всего лишь кролик. Тентакли всегда хорошо. Но вы извращенцы, ребят. Сами играйте со своими тентаклями. А я как бы... Можно я не буду? Пожалуйста. Можно я не буду? Мир и тентакли — это вещи не слишком совместимые. Серьезно, ребят. Я вам отвечаю. Там какие-то звуки. Это сова всего лишь, наверное. Да, кролик. Но я буду надеяться, что это кролик. Вы как хотите, но это кролик. Сохранка. Вот это хорошо. Читайте. Озеро записки. Озеро, озеро. Что-то в озере. Что-то в озере. Что-то в озере. Что же такое в этом озере? А что такое живет в озере? Я водяной, я водяной. И никто не дружится со мной. Будь ты проклятая женщина. Я же сказала, что мы его не остановим. Если ты с этим не покончиваешь, это сделаю я. Нашу девочку он не заберет. Есть и другие девочки. Может, этот старый котел за нашими не придет женщиной. Я не позволю подвергать опасности всех нас. Черт, умери. Козел, ты трусливый. Опусти трусы. Я пусти. Ах, ты меня пырнул. Ах, ты стерва старая. У них там брачные игры, походу. Ааа, какого черта? Ау? Это мы воспоминания увидели. Вот она его пырнула, и он здесь так и остался лежать. Ингрид. Ингрид, милая, я сделала нечто ужасное и покрыла позором и себя, и тебя. Я не хотела тебя отдавать. Я хотела, чтобы ты была в безопасности. Знаю, это была глупая мысль, и твой отец все правильно понял. Я хотела остановить старико Эрика, пока он не пришел за тобой. Но твой отец хотел остановить меня. Я ударил его ножом прямо по шее. Он кровью стюк. Я не могу смотреть, как Эрик тебя заберет. Не могу. Знаю, у меня нет прощения ни от тебя, ни от богов, но я ухожу. Не бойся, мои хорошие, и не ищи меня. Может, уже скоро мы с тобой вместе отправимся к твоему отцу под парусом по океану. Люблю тебя, мать. Но они были здесь, я слышала. Эта бумага такая старая. Ну да, это, видимо, какие-то тени прошлого, призраки прошлого. Разыграли перед нами сценку прошлого. Очень много прошлого. Кстати, да, кости-то обглоданы только что. Вон, красные еще в крови. Кости не обглоданы. Они просто... Тут, понимаете, в этом лесу пыльца очень странного цвета. Она тут красная, оседает на всем, наверное. Ну, на костях. Она прилипает только костям. Вот. Это новый вид биологических растений. Его пыльца оседает на костях. Зачем мне не спрашивать? Это просто так. Это вот такой лес странный. О, это что мы сейчас встретим? Мы сейчас что? Это фенрир, нет? Или это просто волк какой-то? Я, наверное, просто волком его сейчас встретим. Огромного. А может быть и фенрир этого встретим. Вашего. Мира себя успокаивает. Обглоданные кости. Значит, этот тварюга обглодал кости. Вы это предполагаете? Ну, знаете, он такой огромный. Что кажется, что он бы не обглодал кости. Он просто бы целиком проглотил. Да ты тварь хитрая. Я тебя вижу. Мир и биохимик. О, да, ребят, конечно же. Фенрир вообще-то огромный, но по мифам он вообще просто безумно огромный должен быть. Веря, представь размеры фенрир, если он луну откусил. Но вот и я о том же говорю же, огромный. Так что он бы этого человечка просто на зубок проглотил бы сразу. Какая-то здесь нычка. Походу здесь будем прятаться от кого-то. Когда Эспен был младше, его отец поступал ужасно. С Эспеном, со мной, с собой, и я осталась совсем одна. С ребенком, в котором не была уверена. Он не дал мне возможности извиниться. Да я его так и не простила. Спасибо за фоллоу, добро пожаловать. Но в лесу я опять оказалась одна, и отчаянно нуждалась в человеке, которого больше всего люблю. Именно тогда я почти смогла понять, почему отец Эспена так поступал. А зачем я туда иду? Кто мне скажет? Я не знаю. Дорогу. А. Субтитры делал DimaTorzok Тот мост был другим Сейчас что-нибудь подо мной провалится Однажды Ненадежная здесь конструкция Здесь уже все разваливается Господи, да какого хрена А если тролля сюда завалить Заманить точнее Он же мост Мост под ним провалится наверняка Слушайте, а это идея, ребят Мне кажется, мост не выдержит его И там как раз есть еще один мост Он туда мост обрушит Короче, и И я пройду по низу Давайте проэкспериментируем Пам-парам-парам-парам-парам-парам-парам-парам Парам-парам-парам-парам-парам-парам Иди сюда, смотри, тут мост Пойдешь через мост? Он не может пройти через мост Дебилы кусок Представьте себя, представьте себя Да что ты, дебил, смотри Тупой тролль Не знает, как через мост проходить Ты вообще должен под мостом жить Ты что тут делаешь, бродишь? Иди под мост Слышь? Место Псина, место Я тоже пройти? Почему? Я-то могу по мосту проходить Вон, смотрите, ребята Я прекрасно прохожу через мост Смотри, смотри, тролль Я тут Иди сюда Какой он смешной Троллик Кто тебя уже погрыз немножко, а? Кто твою бочину погрыз? Ты что там делаешь? В уголок спрятался Без отролля дальше пройти не могу Серьезно? Почему не могу Если я туда вон пойду? Хотя, видите, он уселся Обходи его А как я его обойду-то? Он снова сел на свое место Я его смогу обойти Или мне нужно в другую сторону пойти? Мне по низу пойти надо? Скорее всего, видите Там есть путь по низу Скорее всего, нам Как-то нужно вниз спуститься И по низу обойти его Мне почему-то кажется Но зато на тролли полюбовались Прикольно Забавно было Вот, смотрите Есть еще один путь по низу Или я здесь не пройду О, есть какая-то пещерка Он прямо надо мной Блин, а пещерка-то не рабочая Нафига тогда она тут Прелесть Нибелонгфорсборг Дети тумана Оставлен в чаще леса Куда Эрику не добраться Его собрало что-то другое На ткани есть черные следы Похожие на смолу Скорее всего, Хульдера Забрала его жить К своему народу Тут только умирать Триггер? Какой я триггер там задействовала? Он сидел же Я же... Он, наверное, когда сядет Я смогу снова пройти мимо, нет? Он, наверное, отагрится Так что, думаете, я здесь уже не пройду? Хульдер, это, конечно, классно А что мне это тут делать? А куда тролль ушел? Ребята, тролль-то куда-то ушел А куда тролль ушел? Куда пытаться? Я не знаю, куда идти Где-то тут Я вроде какой-то обходной путь нашла Ребятушки, смотрите-ка Четко же? Вроде все получилось Вот будет весело, если он окажется впереди Вот подмеемся-то с вами, да, ребят? Или он сзади нас сейчас заманит в свою пещеру? А он впереди? Или он сверху? Где он? Где он? А вот он Я не прошла Вот тролль-то тут Куда я прошла-то? Тролль тут Мне, скорее всего, туда-вперед и надо Я его потеряла Вот мне нужно туда Немного к фонарику Он теперь тут сидит, дебил, кусок Иди встань, походи куда-нибудь Слышь, псины, место Псина, место Какие-то статуи А вообще, если я буду пригибаться, это мне что-то дает? Он меня меньше видит, слышит? Стоит ли вот в три погибели вот так вот скручившись ходить или нет? Я его не обошла, это блеер Вот он впереди Как я его обошла Стоит ли у тебя? Ну? Ну? Останавливался, тварь. Вот если бы я там стояла, я бы прошла мимо него. Но нет же. Отлично, пошел дальше. Что-то застряла, дурочка. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Во что играешь? В Thru The Woods играю, вот. Я наконец-то запомнила название этой игры. Thru The Woods. Это хоррор. По норвежским мифам. Он идет? Кто? Кто идет? Тут кто-нибудь есть? Пожалуйста. Эрик пришел. Проклятье, да зовитесь же. Выходите, я слышала, как вы шепчетесь. Эй, стойте, я только поговорить хочу. Призраки прошлого продолжают со мной шептаться. Походу. Ну, скорее всего, мне именно сюда надо. Или нет? Блин, а я-то думала, нам серьезно туда надо. Ой, это же волк огромный. Там живет. Там живет огромный волк. Он детишек не жует. Только взрослых по ночам. Он грызет. Трам-па-пам. Вот, и это была сохранка, да, ребята? Я так понимаю, это сохранки же. Я верно все это поняла? Давайте на этом и игру остановим. А продолжим уже в следующий раз. В следующее воскресенье. В следующее воскресенье. В следующее воскресенье. В ходу. Департамент.